Россия, она заложник того, что ей всегда нужна сверхидея, сверхценность какая-то. Она не может вот так, как в протестантской этике, ты должен сделать дом, ты должен вырастить детей. Тут почему-то обязательно или русская идея, теперь у Путина русский мир, или там мировая революция. Я не могу сказать, что я не люблю русских, нет, у меня очень много друзей, я люблю русскую культуру, но я не люблю русскую историю, русские идеи, я их не люблю в том виде, в котором они существуют сегодня. Я уж не пускаюсь до этого, что я говорю Путина, я просто говорю, ведь миром правят идеи, речь же не в Путине как таковом, речь в коллективном Путине. В каждом человеке, то есть он аккумулировал вот это желание униженного, оборонного, обманутого этого русского народа. Он аккумулировал, народ вот, ему показалось, что вот он опять великий, он опять такой грозный, опять его все боятся, там встать с коленами, как это называется. И от того, что бойтесь, во всяком случае, особенно журналисты, от которых много зависит, бойтесь делать работу свою так, как это делает русское телевидение. Потому что я считаю, что это преступление, так обманывать людей, так, в общем-то, обслуживать нынешнюю власть. Потому что все-таки надо работать на какие-то вечные человеческие ценности и действительно писать то, как она в жизни.